всем большой привет друзья на связи как всегда с вами команда брокер . если у вас есть 1 миллион рублей вы не знаете какой купить автомобиль у меня для вас есть выгодное предложение досматривайте видео до конца и получайте подборку более 10 моделей интереснейших с аукционов и японии сегодняшнее видео продолжение нашего цикла автомобили с аукционов японии в разных ценовых сегментах сегодня наш сегмент до 1 миллион рублей до 1 миллиона рублей до миллиона 150 в таком ценном диапазоне я отобрал для вас более 10 интереснейших моделей если впервые нашим туб канале я вас прошу подписаться на канал поставить лайк под этим видео написать комментарий каком эта подборка какой автомобиль из этой подборки вы бы купили или может быть уже владеете им пожалуйста дайте нам обратную связь очень интересно все ваши комментарии конечно же читать друзья также не забываем что мы возим автомобиль из кореи из китая из японии и сша из японии в том числе и санкцион очку возим никаких проблем опять же нет prada харьки lexus и высокобъемники конструктора все мы это возим друзья и не забывайте что на данном youtube канале скоро пройдет розыгрыш 1 миллиона рублей подпишитесь следите за условиями скоро мы их совсем опубликуем первый автомобиль о котором я хочу с вами поговорить это toyota олеон 12 год выпуска 95 тысяч километров у него пробег 4 балла оценка полторашка передний привод знакомый что ли он что премиум популярный автомобиль во все времена во все времена эти автомобили покупают серебристый цвет классический g package ltd комплектация у нас 630 тысяч он торговался данный автомобиль были торги 13 января то есть принципе цены актуальны давайте придем наш калькулятор который расположен в разделе сервиса нашем сайте и прочитаем данный автомобиль с учетом всех расходов до владивостока сколько он будет обходиться и toyota олеон друзья обойдется с учетом всех расходов до владивостока конкретный пример 1 миллион сто две тысячи рублей с учетом всех расходов до владивостока обращая внимание друзья цены которые я показываю в этом видео они с учетом всех расходов до владивостока это покупка автомобиля на аукционе. Это доставка по Японии, доставка до Владивостока, растаможка, брокер, склад таймного хранения, получение из БГТС и ПТС и прочее, прочее, прочее. То есть цена под ключ во Владивостоке, с учетом, конечно, нашей комиссии. Комиссия, как вы можете видеть, отражена в калькуляторе. Алион, хорошее предложение, потому что практически вечный автомобиль на вечном 1NZ моторе. Следующий автомобиль, друзья, это популярнейший универсал с аукцион в Японии. Конечно же, Toyota Corolla Филдер. Традиционно Филдер популярен, как в полном приводном исполнении, так и в переднеприводном исполнении. Пожалуйста, конкретный пример. Toyota Corolla Филдер, 20-й год выпуска, проходной, комплектация EX, которая уже идет на кнопке. 74 тысячи километров пробег, 4 балла оценка, черный цвет. Пожалуйста, вот такой темный красавчик. Что передний привод, что полный привод в одинаковый бюджет, плюс-минус продается. Давайте посмотрим конкретный Филдер, 20-го года, проходной, 74 тысячи километров пробег, хорошее состояние, хороший пробег, хорошая комплектация. Сколько он стоит на сегодняшний день, его реальная стоимость в Владивостоке с учетом всех расходов. Toyota Corolla Филдер, с учетом всех расходов до Владивостока, проходной, обойдется в 1 миллион 163 тысячи рублей. Следующая наша с вами основка, рабочая лошадка Toyota ProBox. Кстати, что касается ProBox'ов и Saksid'ов, друзья, их можно вывозить. Проблем с этими машинами нет, они не попали под санкции, то есть спокойно их можно вывозить из Японии. Toyota ProBox, или ProBox, кто как называет. 20-й год выпуска, DX Comfort исполнение у него, 4 балла оценка, мотор 1,3, передний привод, хорошее состояние у автомобиля. Ну и вот так автомобиль выглядит. Я думаю, опять же, автомобиль вам знакомый, популярный. На этих машинах, во всяком случае, в Владивостоке очень много коммерческих компаний заточено, да, это и всякие, допустим, охранные предприятия очень часто используют ProBox при своей работе, да, и также доставка мелкая какая-то. В общем, машина во всех смыслах универсальная. Toyota ProBox, конкретный автомобиль, который мы с вами выше рассмотрели, обходится до Владивостока в 900 тысяч рублей. ProBox, Saksid, в эту стоимость вы можете совершенно спокойно рассматривать. Следующая машина, о которой мы с вами поговорим, это Mazda Axelo Sport. 15-й год, полтора литровый объем двигателя у нее здесь, 90 тысяч пробег, S-комплектация, красный цвет. Подобный автомобиль у нас был сейчас в поиске, тоже Axelo. Человек рассматривал в бюджете до миллиона ста, и мы автомобиль купили. Это не покупка нашего клиента, это, примером, из статистики. То есть, я вам говорю, что для клиента мы купили подобную Mazda в такие же плюс-минус деньги, и как раз то, что я вам показываю из статистики, как раз говорит о том, что это все реально, потому что человек пришел с конкретным запросом, хотел красную Mazda, и мы купили для него прекрасный автомобиль во всех смыслах. Здесь у нас вот такой вариант, это такой, знаете, вот 15-й, 14-й год, то, что вы можете купить, Mazda в бюджете до 1 миллиона ста тысяч рублей, совершенно спокойно, будет у вас нормальный пробег, адекватная оценка и хорошее состояние по автомобилю. Давайте посмотрим конкретный пример. Axelo, 90 тысяч пробег, 1,5 литра объема двигателя, красный фирменный маздовский цвет, 4 балла оценка, 15-й год. Сколько он обходится с учетом всех расходов до Владивостока? Пожалуйста, друзья, цифры, что называется, на ваших глазах. 944 тысяч рублей обходится Mazda Axelo с учетом всех расходов до Владивостока. В бюджете до 1 миллиона рублей спокойно можно рассматривать Mazda Axelo. Прекрасный автомобиль Mazda европейц среди японцев. Автомобили, на самом деле, друзья, в бюджете до 1 миллиона рублей достаточно много. В этом видео я собрал, конечно, для вас не все возможные варианты, а самые популярные с нашей точки зрения, с точки зрения нашей компании. Следующая основка это Nissan Juke. Классный, современный, компактный кроссовер. Девочки такую машину любят. Очень часто именно женщины приходят за Жуком. 16-й год выпуска, полторашка, V-selection комплектация, 75 тысяч пробег, практически чисто аукционалист, ну и очень хорошее состояние у автомобиля. И вот этот синий цвет, он, конечно, очень классный. И вообще, когда приходите на аукцион Японию, вы вправе выбрать любой цвет. Это и желтый, и красный, и оранжевый, в общем, вся палитра доступна для вас. Мы, когда клиент обращается ни в коем случае не ограничим вообще в поиске, он может выбирать автомобиль на всех аукционах, всевозможные цвета, всевозможные варианты, все отправлять нам. Мы подготовим перевод аукционов листа, расскажем все о машине, дадим полную, самую исчерпывающую информацию в совокупности с большим количеством фотографий, потому что у нас аукционная кнопка для торгов находится прямо вовсе, и мы торгуем сами здесь, в Владивостоке. Я лично жму на кнопку, мои коллеги жмут на кнопку 3-5 тысячи йен, шаг ставки, и даже можем предоставить видео торгов вашего автомобиля на аукционах, кто вам еще такой сервис даст. Например, Nissan Juke, полторашка, 16-й год, 75 тысяч пробег. Сколько вот такой интересный вариант обходится с учетом всех расходов до Владивостока? Nissan Juke, друзья, обходится с учетом всех расходов до Владивостока в 1 миллион 42 тысячи рублей. Один из самых доступных компактных торговцев на сегодняшний день из Японии. Теперь поговорим, друзья, о таком автомобиле, как Nissan Coupe. 2018 год, полторашка, 4 балла оценка, XV Selection комплектация, 274 тысячи километров пробег. На самом деле, Coupe не так часто покупают. Я даже не скажу вам, сколько в количестве эквиваленте мы их привезли, может быть, штук 10 за последний год, примерно так. И на самом деле, что касается Coupe, то машинка очень интересная, опять же, очень практичная за счет своего объема. И вот в 2018 году, насколько я помню, она уже, ее финальный, так скажем, этап производства, когда машина уже прекращала выпускаться. И кого заинтересует Coupe, пожалуйста, друзья, тоже я в эту подборку его включил. Вы посмотрите сейчас на цену. И в принципе, для своих характеристик это очень интересный, с моей точки зрения, автомобиль. Как вы можете видеть здесь в очень хорошем состоянии автомобиль. 4 балла оценка, 74 тысячи километров пробег и 2018 год выпуска. И Nissan Coupe, друзья, вам обойдется в 916 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Следующий автомобиль, друзья, это Toyota Yaris. Yaris, как вы знаете, с конца 2019 года начал выпускаться для рынка Японии и заменил Vitz. То есть Vitz теперь с конца 2019 года не выпускается, и выпускается все это дело под наименованием Yaris. Yaris, вы знаете, как леворольный Vitz. Теперь Yaris это одна большая машина, так скажем, которая выпускается на всех рынках, будь то Америка, Европа или Япония. Toyota Yaris, пожалуйста, в нашем видео. X-ушка комплектация, литровый мотор, 71 тысяча километров пробег и вот такой классный, современный, клевый дизайн. Yaris есть традиционно с мотором полтора литра, 1.3 и вот литрушка самый доступный на сегодняшний день не вариант. Так как автомобиль новый, соответственно, друзья, цена на данный автомобиль пока чуть-чуть выше. Мы ожидаем, что будет на Yaris как это было в случае с Vitz в скором времени падение цен, небольшое падение цен будет. А так, машина новая, современная, классная, литровый мотор. Давайте посчитаем конкретно вот этот вариант, сколько он обходится с учетом всех расходов до Владивостока. Это Yaris, с учетом всех расходов до Владивостока, обходится в 889 тысяч рублей. Следующий автомобиль это такая старая формация Toyota Isis минивэн 12-го года выпуска на моторе 1.8, платана V-selection комплектация 78 тысяч километров пробег. и прикольный автомобиль в том смысле, что он очень вместительный, он хорошую трансформацию салона имеет и в принципе вот в комплектации платана даже стильный, даже стильный. Семейный минивэн может быть стильным, вау, шок, контент просто. Посмотрите, темный салон, сдвижные двери и прикольный вообще автомобильчик в том смысле, что даже их можно найти там 10, 9, 11, 12 года выпуска в хорошем состоянии, с адекватным пробегом в очень достойный бюджет. Альтернатив этим машинам на мой вскус, с моей точки зрения нет. Toyota Isis с учетом всех расходов до Владивостока обходится в 966 тысяч рублей. Теперь поговорим о новом современном автомобиле, который тоже снискал популярность, и частенько мелькает в списках покупок нашей компании. Это Toyota Rumi или Tank, да, можно Rumi-Tank в одно целое соединить. 20-й год выпуска XS-комплектация, электровый мотор, есть они турбо, есть не турбо, есть полный, есть передний привод. Такие микрованчики по типу Suzuki с солью можно провести аналогию. Тоже очень стильные, современные и, конечно, народ их полюбил и потащил из Японии, потому что, опять же, альтернативы этому автомобилю нет. Еще раз, Toyota Rumi или Tank, 20-й год выпуска, 73 тысячи ландовый пробег, XS-комплектация, литрушка, передний привод. И обходится данный автомобиль в 775 тысяч рублей. То есть, там до миллиона вы вполне можете рассматривать любой интересующий вас Rumi-Tank, литровый, турбо-вариант, можете посмотреть, передний или полный привод. Теперь поговорим о очень похожем на Rumi автомобиле, но только покрупнее, Toyota Siento, 20-й год выпуска, полторашка, G-комплектация, бензин, передний привод, 78 тысяч километров пробег у данного варианта, это 20-й год, проходной, в рестайлинге, соответственно, у нас машина. И Siento, тоже любопытный автомобиль, тоже интересный, есть они гибридные, есть полные, есть передний привод, ну, гибриды, как в случае, я всегда говорю, с маленькими автомобилями там по типу Аквы, это не имеет смысла их привозить, накладные расходы высокие и целесообразность такой покупки стремится вообще к нулю. А, допустим, большие автомобили, да, как Harrier, как Prada, как Lexus и всякие, RX, NX и так далее, можно привозить из Японии, даже несмотря на то, что они санкционные, даже вот Forrest, или CX-5, активно все это люди покупают, заказывают. И Siento, ну, с моей точки зрения, проще рассматривать бензиновую, обычную. гибрид, конечно, это всегда хорошо, я ратовал всегда за гибрид, гибрид это крутые технологии, это экономия, это экология, это комфортность при движении, когда ты едешь, у тебя работает кондиционер, но двигатель не шумит, и это круто, реально, я сам владел Аквой, и на гибрид бы, конечно, вернулся с большим-большим удовольствием. Но имеем то, что имеем, на сегодняшний день таковые реалии, поэтому Toyota Siento бензиновый вариант, это тот сам автомобиль, который можно выгодно покупать, если у вас, так скажем, есть семья, двое детей, например, маленьких, вот для этих целей машина просто класс. И Siento обойдется, друзья, в 1 миллион 130 тысяч рублей, очень адекватная цена для семейного автомобиля. Когда я готовился к этому видео, подборка автомобиля до 1 миллиона рублей, я вспомнил, что мы недавно привозили нашему клиенту Андрею Toyota Spade. Порт и Spade, опять же, одна и та же модель. И вспомнил, что это тоже очень прикольный автомобиль, он меня в своем некотором роде поразил. С одной стороны, у тебя электродверь, с другой стороны, обычные двери, распашные. И это прикольно. И он, опять же, обходится в адекватные деньги, очень много всяких нечтяков по салону, подстаканников куча, можно положить там блокнот, брелки, ключ там какой-нибудь от квартиры куда-нибудь закинуть туда. В общем, такая машина для барахольщика в некотором смысле. Здесь давайте посмотрим на конкретный пример. Toyota Spade, 17-й год, полный привод, полторашка, 105 тысяч километров пробег, винный цвет, обалденный, красивый цвет. Вот что у Вишов, что у Spade'ов этот цвет смотрится просто шикарно. Здесь, конечно, его не видно, видно, что это как будто бы черный цвет. Пожалуйста, вот так выглядит интерьер автомобиля, как по мне, очень прикольно. Очень прикольный Spade, есть они, опять же, передний полный привод, и все это заезжает до одного миллиона рублей. Сейчас мы с вами посчитаем конкретно вот этот вариант, сколько он обходится с учетом всех расходов до Владивостока. Toyota Spade обходится с учетом всех расходов до Владивостока в 892 тысячи рублей. Конкретный пример из статистики. Следующие два автомобиля будут очень популярны и прям народными вариантами. Это Toyota VISH и Toyota, да, и Toyota Stream, конечно же, или Honda VISH и Toyota Stream. Хорошо, Toyota VISH и Honda Stream. Поговорим сначала о Toyota VISH, десятый год выпуска, мотор 1.8, их сушка комплектация на Xenone, 104 тысячи километров пробег, белый, черный цвет, и вот эти автомобили по-настоящему ровные, друзья. Очень много заказов на VISH, на Stream, на полный, на передний привод, прям народ тарит эти машины, вот как они там с двухтысячных пошли, очень любят по сей день все люди нашей страны эти автомобили, потому что, опять же, они себя зарекомендовали и аналогов данным машинам нет. Аукционы Японии, в этом смысле, нас вручают классный автомобиль, который ты покупаешь и на лет 10, а то и 15, забываешь вообще о проблемах с автомобилем. Это вам не пола, купленный здесь у дилера в России, который развалился через три года у тебя. Это вот настоящее императорское качество, все о котором говорят. Toyota VISH 2010 года на переднем приводе обходится в 1 миллион 87 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Следующий автомобиль, как я вам обещал, Honda Stream, 2010 год, передний привод, мотор 1.8, 83 тысячи километров в некотором смысле конкуренты с VISH X-комплектация у нас здесь и тоже очень популярный автомобиль, комфортный, по салону, еще такая реально старая школа японского автостроения, очень приятный в салоне, сидение мне очень нравится вот допустим в стриме и реально классная машина, которая будет наверное популярна во все времена. Honda Stream обходится в 946 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Следующий автомобиль, о котором мы поговорим это Mazda CX-3. Mazda CX-3 подходит идеально для тех людей, кто ищет маленький компактный кроссовер с достаточным дорожным просветом, чтобы ездить по городу и не переживать о ямах, о снеге и так далее, чтобы вы везде могли проехать. Mazda CX-3 пожалуйста, XD комплектация полторашка, дизель, 107 тысяч километров пробег, 2015 год выпуска, 4 балла оценка. Эти машинки продаются по очень выгодным ценам на аукционах Японии. Пожалуйста, обратите внимание, один из самых доступных кроссоверов от Mazda это именно Mazda CX-3. Mazda CX-3 с учетом всех расходов до Владивостока обходится в 992 тысячи рублей. И финальный автобель на сегодня, друзья, это Suzuki Swift. 20-й год выпуска, 80 тысяч километров пробег, мотор 1 на 2, 4 балла оценка в коричневом цвете, XG limited исполнение, передний привод у него, такой красавчик Swift. Цены на данный, кстати, автомобиль очень адекватные. Есть Swift как на переднем приводе, так и на полном, соответственно. И, опять же, в бюджете до 1 миллиона рублей это очень интересное предложение. Рассмотрите, кто вдруг сейчас на данный момент времени задумывается о покупке автомобиля из Японии с полным приводом. Вот, пожалуйста, Swift, один из самых идеальных, с моей точки зрения, вариантов, вот ваши параметры. И Suzuki Swift, друзья, обходится в 866 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Подошло данное видео, друзья, к концу. Как мне кажется, мы с вами очень продуктивно провели время. Если вы тоже так считаете, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий, оцените эту подборку, какие автомобили вам понравились, а может быть, что-то вам и не понравилось. Вы скажите в любом случае свое мнение в комментариях. Мы комментарии читаем, на них стараемся отвечать. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Вереди вас ждет много интересных видео. Постараемся выкладывать цены в более регулярном формате. Продолжим с вами идти дальше по ценам. Полтора миллиона рублей, два миллиона рублей. Посмотрим, что можно купить на Аукционах Японии прямо сейчас в 2020 году. Весной, давайте будем говорить, 2024 года. Ведь уже март, друзья, не за горами. Увидимся, услышимся на данном YouTube-канале. Всем пока-пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok